Цены на продукты питания на особом контроле республиканских властей. Сегодня ревизорами стали сотрудники Минканум развития Чувашии. Просто я, конечно, заметила, но в основном меня очень вознаглавало, что повысилась цена на гречку. И даже услышала такое, что однажды на маршрутке, на общественном транспорте, слышала, что говорят, что гречка настала пищей богатой. Вот это у меня, да, оно еще молока и хлеба, кажется, значительно такого изменения не заметила. Продукты заготовишь осенью, самые основные продукты, а так-то потихонечку покупаешь. Я бы не сказала, что выросли. А, они вырастут, так и не заметишь. Цены на отдельные виды товаров сотрудники Минэкономразвития объясняют изменением курса валюты. Со стабилизацией этого курса цены тоже должны перестать расти. Посещая несколько магазинов, мы сегодня посмотрели, что ассортимент товаров, которые представлены в предприятиях торговли, он широкий, выдерживается в полном объеме. Никаких пустых полок мы не увидели. Цены на товары, конечно, они варьируются от самых низких до высоких. Есть товары, которые могут быть приобретены населением, у которых низкий доход, они у нас обозначены желтыми ценниками. Есть товары, конечно, которые чуть повыше. Но хотелось бы сказать, что выбор для потребителей имеется в зависимости от уровня доходов. Постоянно работает горячая линия, проводятся ежедневные мониторинги магазинов и операторов оптовой торговли. Поступающая информация направляется в соответствующие организации, органы местного самоуправления, а также в Чувашское отделение Уфас России.